Друзья, всех приветствую! Сегодня хочу представить вам моего ученика. Сразу же расскажу про него, потому что если я думаю, буду рассказывать после видео, большинство не досмотрит. В общем, Тимофею, его зовут Тимофей, ему 7 лет. Мы с ним занимаемся дистанционно, то есть мы с ним по WhatsApp связываемся. Почему я вообще об этом рассказываю? Потому что для меня это вообще новый опыт. Я до этого с детьми особенно длительно не занимался, вот так онлайн. Были у меня уроки со взрослыми, но это обычно несколько пар уроков. А тут я с ним уже давно целенаправленно занимаюсь. Заниматься мы начали, наверное, где-то в сентябре, в середине. В общем, в целом где-то 3,5 месяца. Я с ним иду по программе такой же, что и в школе у себя. Также мы с ним разучили 7 песенок. Также разучили с ним гамма-думажор двумя руками. И, в общем, меня Тимофей, в принципе, очень сильно удивляет. Почему? Потому что, во-первых, мы с ним занимаемся онлайн, а это все-таки сложнее, чем вот так вживую заниматься. Но, несмотря на это, у него, я считаю, хорошие результаты. Вот. Давайте, значит, сейчас он вам покажет всему, чему научился, а потом в конце видео я еще немножко расскажу о том, как мы занимаемся, ну и вообще про него и в целом. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь немножко расскажу поподробнее Значит занимаемся мы с Тимофеем 4 раза в неделю по 20 минут Также он занимается с мамой Ну я так понимаю каждый день Потому что они мне постоянно задают вопросы Какие-то присылают мне свои видео Ну вот если взять процентом соотношений Как сказать, как получился вот такой результат С одной стороны кто-то сейчас скажет Ну это обычный результат То есть обычный среднестатистический ученик Но с одной стороны как бы да Но с другой то, что все-таки мы занимаемся дистанционно И это вносит многие, как сказать Ну есть сложности Но несмотря на это То есть получается, что как бы В принципе программа выполнена Программа вот музыкальная школа Допустим вот первые полгода Да, мы с ним сейчас занимались без нот У нас донотный период Вот сейчас мы только начали с нотами заниматься Вот я бы даже сказал Немножко я перевыполню В общем И в процентном соотношении Да Я бы сделал Раскидал вот так Да, то есть 40% это способности Тимофея Вот 40% это помощь его мамы Вот Ну и 20% это мои Мои уроки, да Я сейчас это говорю без, как сказать Ложного принижения себя Да, нет Это я как бы по факту вот действительно так считаю Потому что мама очень сильно горит Она ему помогает Она его немножко заставляет, да Потому что он как обычный ребенок Тем более он очень активен Он Есть у него некоторые проблемы с усидчивостью, да С вниманием С концентрацией внимания Очень быстро, ну как сказать Поначалу очень быстро уставал, отвлекался Вот сейчас уже как бы немножко привык И может все 20 минут так плодотворно работать И вообще это очень видно заметно Вот это изменение И к чему я вообще все это веду и говорю, да И зачем я вообще это видео снял К тому, что вот Несмотря на удаленность Можно в принципе заниматься Учиться играть на баяне С учителем Вот Посмотрим, что конечно будет дальше Я, честно говоря, думал, что будут проблемы с рукой Да, то есть то, что Меня там нет рядом с ним, да Я не могу ему руку поправить Но в принципе то, что вот И мама помогает Как бы с рукой Все в принципе нормально Единственное, дальше Есть такая Возможно Возникнет такая проблема Это Именно развитие Его как музыканта, да Потому что Видео все-таки не передает Многие нюансы Там даже динамику элементарную, да То есть я ему говорю Играет тише Он играет тише А я особо разницы не слышу Да Только если очень сильно Прям, например Если он играет фартиссимо, да Или пианиссимо То слышно А вот какие-то мелкие там нюансы Крещендо-диминэнда С ними как бы проблемно Вот Но Это все-таки еще мой первый опыт Посмотрим, как это будет Все развиваться На самом деле Я Конечно бы Хотел, чтобы Тимофей В принципе учился у живого учителя Ну вот Но так как он Он живет не в России Вот Там учителя у него нет Вообще там нет учителей Кто учит на баяне Вот Поэтому Вот они как бы Ко мне обратились Вот Так бы я бы, конечно Посоветовал бы им Пойти в музыкальную школу Да То есть вот Тем более видно Что есть способности И видно, что прогресс Такой есть хороший Но, к сожалению Вот Нет Поэтому Вот получается так Ну Я, конечно, рад Мне очень нравится Заниматься с Тимофеем Ну и вывод Пока, да На сегодняшний момент Значит, вывод такой Что Онлайн-уроки На начальном этапе Они возможны И продуктивны Вот И можно заниматься Вот И получать От этого И удовольствие И родителям И мне Мне тоже И учителю И ученику И будут результаты Вот Это все, что я хотел сказать Может, конечно, что-то забыл Если есть какие-то вопросы Пишите Буду рад ответить Все Спасибо за внимание До свидания Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому